Всем привет! Меня зовут Татьяна Шеворутина, я психолог, гештальт и травматерапевт. И сегодня я отвечу на один из ваших вопросов. Пишет нам молодой человек, ему 22 года. Он говорит о себе как о застенчивом человеке, который не любит проявлять инициативу и знакомиться с девушками. И вообще ему не нравится главенствующая роль в отношениях. Но при этом как будто бы от него ожидается в нашем обществе, что он будет себя так вести, что он будет проявлять инициативу, знакомиться и быть главным. Но он нравится себе таким, какой он есть, и он не хочет меняться. И спрашивает, какие тогда перспективы его ждут в отношениях. Но первое, что мне хочется сказать, это слова поддержки вам в вашем стремлении остаться собой. И на самом деле это является залогом хороших будущих отношений. Хороших, я имею в виду в том смысле, что удовлетворяющих вас. Ведь если мы становимся кем-то другим в отношениях и играем какую-то роль, например, вы бы стали знакомиться, переходить через себя, проявлять эту инициативу, то, скорее всего, вы бы встретили женщину, которая и в дальнейшем бы ожидала от вас вот этой главенствующей роли. И что если вы познакомились, значит, вы и дальше будете поддерживать эту модель отношений. Но если вы останетесь собой и будете, например, ждать, пока на вас кто-то обратит внимание и познакомится, то с большей вероятностью вы встретите женщину, которая в дальнейшем будет готова на равноправные отношения, которые хочется вам. Потому что она уже будет изначально готова проявить инициативу и не пойти по той модели, по которой как будто бы большинство идут. При этом важно сказать, что если вы не будете проявлять инициативу и знакомиться, то это может снизить шансы на знакомство вообще. Но больше привлечь к вам тех женщин, которые вам больше подойдут в дальнейшем. Это вот интересный момент. Другой вопрос, что сейчас очень много различных ресурсов, на которых можно ознакомиться. И от вас не требуется, чтобы вы подходили на улицы и проявляли такую инициативу. Когда создаются определенные пространства, в которые можно прийти и познакомиться. Даже пойти на кофе с тем человеком, которому вам подобрала система. Я думаю, что вы знаете о таких ресурсах, ну или можете посмотреть. Также вы можете знакомиться на различных мероприятиях, языковые курсы, квесты, всевозможные клубы по интересам. Их сейчас тоже очень много, онлайн и очных. И это то место, в котором вам тоже не нужно будет подходить и знакомиться. Это будет уже создана для вас какая-то естественная атмосфера, среда, в которой знакомства просто будут завязываться. И в этом смысле, мне кажется, не обязательно как-то себя погружать в другую роль и заставлять себя делать то, что не хочется. Можно просто выбирать другие пути знакомства. И это будет тоже очень хорошим опытом. Так что я вам желаю, чтобы ваш опыт знакомства был для вас приятным. И чтобы вы могли сохранить свою идентичность и быть собой. Потому что на самом деле быть собой — это такое богатство. Быть собой в отношениях. И это довольно непросто. Но такая стратегия приносит свои плоды, что в дальнейшем отношения будут более близкими, тёплыми. Когда меня видят таким, какая я есть, мне легче расслабиться, мне легче почувствовать себя в безопасности. Мне легче почувствовать, что меня любят именно меня, а не какую-то картинку, которую я про себя нарисовала для другого. И это правда стоит того. Может быть, путь будет более затратным или долгим, но я уверена, что он оправдает себя. Поэтому я вам желаю на протяжении вашего пути сохранять связь с собой и вот это желание оставаться таким, какой вы есть. Потому что мне кажется, что сейчас немножко у нас и в обществе модели меняются. И, по крайней мере, появляется разнообразие. Если сто лет назад мы ещё не могли представить, чтобы женщина сама подходила и знакомилась, то сейчас, в общем-то, это довольно легко представить. Поэтому здорово, что вы родились именно в это время. У вас больше здесь шансов и перспектив. Желаю вам удачи!